Черный лебедь ложится на курс в сторону России. Премьер-министр уходит в декретный отпуск. И другие заметки по поводу праздника 8 марта. Правда ли, что Брумберг прекратил свою президентскую кампанию? Новое правительство Украины и другие темы в очередном выпуске программы «Итоги». Начинаем. Всем привет! Меня зовут Евгений Киселев. И вы смотрите программу «Итоги» на моем YouTube-канале «Кисельные берега». Не забывайте на него подписываться, ставить лайки, оставлять ваши комменты, задавать вопросы. Я периодически захожу туда, в этот раздел, и на самые интересные ваши вопросы отвечаю лично. Ну, а начнем мы сегодня с праздника 8 марта. Ну, кто этот праздник отмечает, всех я поздравляю. Лично у меня к этому празднику отношения с детских лет негативные, потому что мои покойные родители, что папа, что мама, говорили, это дурная история про то, что есть в году специальный день, когда надо любить женщин, проявлять к ним внимание, дарить им цветы, поздравлять их и все такое прочее, тому подобное. На самом деле, учили меня родители женщин, надо любить каждый день, и цветы им дарить, и подарки как можно чаще. Вот такое мое к этой истории отношение. Ну, а главная новость по поводу 8 марта, я абсолютно убежден, состоит в том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что он собирается уйти в декретный отпуск. Он также объявил о помолвке со своей беременной подругой Керри Симонс. И где-то летом у них должен родиться ребенок, и после этого премьер-министр воспользуется своим законным правом, которое имеют мужчины в Великобритании, взять отпуск на две недели по уходу за новорожденным. Кстати, любопытно, что 55-летний Борис Джонсон станет первым премьер-министром в истории Великобритании за последние 250 лет, который вступит в брак во время пребывания в должности главы правительства. Ну а тут дальше следует неизбежный разговор про то, когда женщины... Ну, программа-то у меня про политику, и неизбежно хочется поговорить о том, когда женщины начали приходить в политику, какую роль в политике играли первые леди. Ну вот, немногие знают, что на самом деле в истории Соединенных Штатов уже была фактически женщина, исполнявшая обязанности президента страны. Точнее, об этом просто давно забыли. Был такой президент, кстати, один из лучших за всю американскую историю, Вудро Уилсон. Так вот, незадолго до окончания его второго президентского срока, в конце 1919 года, Уилсон перенес тяжелый инсульт, и в течение нескольких месяцев вообще не мог передвигаться, только в инвалидной коляске, а потом ходить мог только с тростью, ну, с палочкой. И, в общем, остается не вполне ясным, кто был ответственным за принятие решений в исполнительной власти вот в тот период, когда Уилсон был нетрудоспособен. А фактически он был нетрудоспособен до самого конца своего президентского срока. Тогда, в те времена, президентский срок в Соединенных Штатах оканчивался не как сейчас, в январе, а в марте. Вот до марта 1921 года Уилсон был, по сути, инвалидом. И считается, что фактически страной управляла его жена, его вторая жена, первая леди США, Эдит Уилсон, ну, и помогавшие ей президентские советники. Надо сказать, что Эдит Уилсон, когда узнала о том, что у мужа тяжелый инсульт, первое, что она сделала, она сказала, что давайте уговорим его уйти в отставку. Но врачи сказали, что отставка может только усугубить его состояние, что от расстройства он может просто взять и помереть. И единственное, что они попросили, чтобы жена сделала все для того, чтобы облегчить груз государственных обязанностей, который лежал на плечах тогдашнего президента США. И вот жена Удра Уилсона, Эдит, считала, что она единственный человек, который понимает, как работает ее мужа голова, и что он должен делать, а что ему делать не нужно. И в дальнейшем, во всяком случае, вот в период самого тяжелого кризиса со здоровьем президента, она фактически принимала единоличные решения, вот кого допустить к президенту, кого не допустить. И очень часто, когда к нему обращались министры и другие, воспоставленные члены американского правительства, она говорила, нет, вот вы знаете, это вопрос, который вы должны решить сами. Вот давайте не будем обременять больного президента такими мелочами. И потом она, когда ее обвинили в том, что она фактически там чуть ли не узурпировала президентскую власть, она сказала, что она ни в какие дела президента не вмешивается, ни в какие дела управления государством не вмешивается. Она только решает, что для президента важно, а что не важно. Надо, кстати, сказать, что все-таки люди, которые входили тогда в ближайший круг президента Уилсона, они смогли сделать так, что ни члены правительства, ни члены Конгресса США, они, иностранные послы, аккредитованные в Вашингтоне, толком не понимали, насколько плохо или насколько хорошо здоровье президента, потому что Эдит Уилсон сумела выстроить такую вот информационную броню вокруг мужа. Ну и надо сказать, что там был вице-президент Томас Маршалл, которого многие политики того времени, в том числе и влиятельные сенаторы, конгрессмены, уговаривали, чтобы он взял на себя роль исполняющего обязанности президента Соединенных Штатов, но он на это так и не пошел, так и не решился. Короче говоря, женщина по имени Эдит Уилсон, жена, повторяю, президента Соединенных Штатов Уудро Уилсона, вторая жена, любимая вторая жена президента США, вошла в историю Америки, как первая женщина, фактически исполнявшая обязанности главы государства, во всяком случае некоторые. Что любопытно, только в августе 1920 года в Соединенных Штатах была принята конституционная поправка, которая предоставляла женщинам равное избирательное право с мужчинами. Уилсон вскоре умер, а его жена прожила долгую-предолгую жизнь, пережила его почти на 40 лет, умерла в начале 60-х. А если вспомнить, кто был первым премьер-министром вообще в истории человечества, кто-нибудь помнит? В 1960 году появилась первая глава правительства. Это было на Цейлоне Серемава Бандаранайке. Потом была Индира Ганди в Индии, потом Голда Мейер в Израиле, и, наконец, Маргарет Тэтчер в Великобритании. Ну, а потом, как говорится, пошло-поехало, и сейчас никого не удивишь. Во многих странах есть женщины-президенты, женщины-премьер-министры. В Украине дважды пост премьер-министра занимала Юлия Владимировна Тимошенко. И в 2010 году она боролась очень серьезно. Она несколько раз участвовала в президентских кампаниях. Но вот всерьез шанс победить на выборах и стать президентом был у нее в 2010 году. Тогда она все же уступила нынешнему президенту-беглецу, бывшему президенту, ныне-беглецу Виктору Януковичу. А вот в России, кстати, недавно был опрос общественного мнения, проводил его в ЦОМ, и выяснилось, что 68% граждан не хотят видеть женщину на посту президента. И 56% не хотят, чтобы женщина заняла пост премьер-министра. Вот такое мочистское общество по-прежнему существует в соседней России. Кстати, как тут не вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, которая, по сути дела, была единственной в истории страны первой леди. Ну, я имею в виду в истории Советского Союза и Российской Федерации, которая Советскому Союзу наследовала. Первая леди, которая сопровождает везде своего мужа, которая явно играет некую существенную роль в публичной и непубличной политике. И надо сказать, что вот фактор Раисы Максимовны, которая всегда присутствовала рядом с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, был очень негативным, по мнению многих тогдашних наблюдателей. Общество было не готово к тому, что рядом с первым лицом государства есть влиятельная женщина, его жена. И вполне вероятно, что вот роль, которую играла Раиса Горбачева рядом со своим мужем, оказалась одной из причин, почему он под конец своего правления растерял былую популярность, почти полностью растерял былую популярность, который пользовался поначалу, когда в 1985 году только-только пришел к власти. Ну, я должен сказать, что я лично был знаком с Раисой Максимовной, и у меня был случай, это было, наверное, в начале 99-го года, а может быть в конце 98-го, точно не скажу, но не в этом дело. Я брал интервью у Горбачева для фильма о человеке, который запустил его, как ракета запускает спутник на орбиту, вот, запустил его в политику, о Юрии Андропове, который недолгое время занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а до этого долгие годы был председателем КГБ СССР, и протежировал всячески Горбачеву, считая, что он как раз тот человек, который должен наследовать поколению Андропова и когда-нибудь стать главой партии и государства. Так вот, мне было интересно, чтобы Горбачев поделился со мной воспоминаниями об Андропове. И я помню, я сидел часа два, задавал ему разные вопросы и чувствовал, что, ну, ничего он мне не рассказал и ничего не расскажет. И у меня было ощущение полного отчаяния. И вдруг пришла Раиса Максимовна и попросила разрешения поприсутствовать при этом интервью, но оно уже подходило к концу, и в какой-то момент, тем более, что я почувствовал, что супругам Горбачевым нужно дальше куда-то ехать, и время у них на исходе, я махнул рукой мысленно и, поблагодарив Михаила Сергеевича, сказал, что все, спасибо, давайте здесь поставим точку. И тут Раиса Максимовна подала голос и сказала, а Михаил Сергеевич, причем она интересна, она говорила с мужем при посторонних по имени отчеству, но на «ты». Михаил Сергеевич, скажи, пожалуйста, а ты рассказал Евгению Алексеевичу историю про то, как мы однажды попытались Андропова позвать пообедать с нами на нашу дачу? Он сказал, Раиса Максимовна, а ты думаешь, это можно рассказывать? Она сказала, Михаил Сергеевич, нужно. Я сказал, ну хорошо, ладно. Я тогда сказал операторам, осветителям, звукорежиссерам, все, давайте, ребята, еще чуть-чуть поснимаем. И в результате, по-моему, вот если я не ошибаюсь, это была единственная история, которая вошла потом в фильм об Андропове, и она его, безусловно, украсила, потому что она очень красивая. Оказалось, что когда Горбачев с женой только-только переехали из Ставрополя, где Горбачев был первым секретарем Крайкома партии в Москву, Андропов сделал так, чтобы Горбачеву досталась дача прямо рядом с ним, в этом районе Подмосковья, где находятся до сих пор резиденции сильных мира всего. И Горбачевы искренне в первое же воскресенье позвонили своему высокопоставленному соседу и сказали, Юрий Владимирович, вот мы тут обед кавказский устроили, они же с Северного Кавказа, там люди были широкие, гостеприимные, вот приходите с нами, как говорится, щей похлебать и шашлычков поесть, и, может быть, там по рюмочке выпить. На что Андропов сказал, Михаил Сергеевич, мы в Москве, мы не в Ставрополе. Здесь у нас члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро, секретарицы КПСС, встречаются только все вместе, только в официально назначенные для таких встреч дни. А вот если я сейчас к вам пойду, то не успею я дойти до калитки в заборе между нашими участками, как Брежневу уже доложат, что тут Андропов с Горбачевым встречаются и чего-то там между собой затевают, что-то обсуждают, уж не заговорили. Так что извини, но приглашение ваше принять не могу. Вот такая занятная история. И она, повторяю, вошла в фильм исключительно благодаря тому, что повлияла Раиса Максимовна. Я сразу подумал, а на какие еще решения она влияла, когда она еще давала какие-то важные советы Горбачева, бог его знает. Но я очень хорошо помню, как в 87-м году Горбачев впервые в прямом эфире давал интервью знаменитому американскому журналисту Томасу Броккау. Тогда была великая тройка телеведущих, которые определяли лицо американского информационного телевидения. Броккау, Дэн Разер и Питер Дженнингс. Один работал на NBC, другой на CBS, третий на ABC. Вот это была такая славная эпоха, 20 лет, с начала 80-х до начала нулевых, когда вот эти три телевизионных гиганта, по сути дела, были властителями умов американского общества. Это было в эпоху, когда еще не было по-настоящему интернета, когда не было онлайновых СМИ, когда не было айфонов и прочих гаджетов, когда телевизор все еще был нечто большее, чем жизнь, как говорят американцы. Bigger than life. Короче говоря, Томасу Броккау с NBC довелось в прямом эфире брать интервью Горбачеву. Прямой эфир – это было условие американской страны, которые боялись всяких купюр, цензуры и всего такого прочего. И вот Броккау в какой-то момент спросил, вы с вашей женой, с Раисой Горбачевой, обсуждаете государственные дела? Дальше повисла такая, знаете ли, томительная пауза, и Горбачев сказал «да». Броккаун не удовлетворился таким коротким ответом и переспросил примерно так. Господин Горбачев, вы хотите сказать, что вы обсуждаете с вашей женой вопросы внешней, внутренней политики, кадровые назначения и так далее и тому подобное? Повисла еще более томительная пауза. Это была абсолютно драматическая ситуация, потому что вот это была ситуация, когда государственный деятель и в то же время любящий муж решал для себя вопрос, как ответить, потому что если он скажет, что нет, он обидит самого близкого, самого любимого человека. По сути дела, предаст. И Горбачев просто чеканно ответил на этот вопрос. Мы обсуждаем все. И, возможно, в этот момент он отрезал еще несколько процентов от своего рейтинга, но верность и преданность жене сохранил. Жене, которую тогда многие граждане очень не любили. Впрочем, когда Раиса Максимовна в 99-м году умерла от лейкоза, вся страна тогда, когда она умирала, следила за телевизионными новостями, как она боролась за жизнь, как у ее постели проводил все время бывший президент Советского Союза Горбачев. И когда с ней прощались в Москве, в Центральном Доме Литераторов, то выстроилась очередь «Ого-го какая!». Мне кажется, что такая очередь была только когда прощались с покойным академиком Сахаровым, лидером советского правозащитного движения, ну и когда провожали в последний путь Бориса Ельцина. Тогда тоже десятки тысяч людей приходили прощаться с ним в Москве. Ну, кстати, Горбачеву-то в минувший понедельник исполнилось 89 лет, 2 марта, и эту дату на сей раз, понимая, что старик в плохой форме, очень плохо выглядит, совсем на себя стал не похож, он давно и тяжело болен, и, возможно, это, дай бог ему, конечно, долгих лет жизни, но вполне вероятно, что это его последний день рождения, не дай бог, дай бог, чтобы я был неправ, но много было дифирамбов пропета, я, честно говоря, вот при всем моем уважении к Михаилу Сергеевичу с теми моими коллегами и знакомыми, которые эти дифирамбы слагали на минувшей неделе, согласиться в полной мере не могу, потому что, на мой взгляд, да, Горбачев дал нам свободу, да, благодаря Горбачеву многие страны бывшего Советского Союза в итоге обрели независимость, это касается и Украины, и стран Балтии, и Грузии, и Азербайджана, и Армении, список можно продолжить, но, знаете, я имел честь лично быть знакомым с Горбачевым, несколько раз брал у него интервью, и все-таки он, да, много сделал хорошего, но и много плохого, он очень часто выглядел слабым, нерешительным политиком, не всегда он был демократичен, он шарахался из стороны в сторону, вот я вспомнил Академика Сахарова, и я прекрасно помню, не забуду никогда, что в 1989 году, когда был первый съезд народных депутатов СССР, одним движением руки Горбачев мог тогда остановить травлю Сахарова, которая в какой-то момент, в один прекрасный день, развернулась в зале заседания съезда, а он этого не сделал, и отключал ему микрофон, пытался прерывать его выступление, и когда Сахаров пытался непосредственно к Горбачеву обращаться, то он от него отмахивался, и многие люди тогда весьма уважаемые говорили примерно так, для нас политик-демократ Горбачев на этом съезде закончился. Но, все-таки справедливости ради, я должен признать правоту тех людей, которые вспоминают, когда Советский Союз затрещал по швам и начал разваливаться окончательно, в конце 1991 года, Горбачев не цеплялся за власть и ушел в отставку, и благодаря этому распад СССР произошел тогда вот, тогда именно, в конце 1991 года, относительно бескровно. Ну, а сейчас о событии, которые будут завтра, 9 марта в Гааге. Начинается судебный процесс по делу о гибели малайского Боинга MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все помнят, наверное, что этот пассажирский самолет был сбит прямым попаданием ракеты БУК. Пока что судить будут только четырех человек. Там трое россиян, бывший министр обороны, так называемый ДНР, Игорь Гиркин, он же Стрелков, генерал-майор Сергей Дубинский, позывной Хмурый, полковник Олег Путин, Улатов, позывной Гюрза, а также гражданин Украины Леонид Харченко, позывной Крот. По версии международной следственной группы, Боинг был сбит из российской установки БУК, которая была приписана к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Россия, разумеется, все отрицает. Власть Нидерландов считают пятым подозреваемым бывшего командира подразделения ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Официальные объединения ему не предъявлены. В прошлом году Цемаха в результате тайной операции удалось задержать на территории самопровозглашенной ДНР, это сделали украинские спецслужбы, ну а затем власти Украины вынуждены были передать его России в рамках обмена пленными. Цемах вернулся в ДНР. Утверждали, что освобождение Цемаха и передача его русским властям были чуть ли не главными условиями всего соглашения об обмене пленными. Не освободите Цемаха, говорили представители Кремля, не получите никого. Ни Сенцова, ни моряков, никого, ни единого. И в общем, понятно, Цемах мог оказаться единственным реальным участником процесса в ГААГе. Вы, наверное, догадываетесь, что тех остальных четверых судить будут заочно. Ну, критики нынешней украинской власти утверждают, что в этом вопросе, в вопросе о выдаче Цемаха, она дала слабину. Но, поскольку ожесточенной критике сейчас подвергается ну, практически любое решение, любой шаг президента, правительства, большинства парламентского, то очень трудно судить на самом деле. Можно было решить этот вопрос или нельзя. Во всяком случае, я скажу одно, цинизмы, жестокосердия российской власти, включая самого президента Путина, совершенно беспредельны. Я искренне верю, что вот там вопрос стоял именно так. Хотите получить Сенцова, хотите получить моряков, хотите получить Клыха и прочих ваших узников, отдавайте Цемаха, иначе никакого разговора не будет. Ну, процесс этот очень важен, потому, что его результаты, они могут черным лебедем прилететь в небо России, потому, что в ходе процесса будет объявлено очень многое. Мы узнаем все-таки откуда и куда приехал Бук, как он возвращался обратно. В ходе процесса наверняка будут обнародованы многочисленные свидетельские показания, фактические данные, документы, и вещественные доказательства того, что все-таки Бук, как на самом деле давно уже все понимают, был сбит российской ракетой, которую для этого специально перегнали из России на территорию оккупированной части Донбасса. И этот приговор будет иметь уже силу прецедента во многих других судебных процессах, которые рано или поздно наверняка будут происходить в разных судах, в том числе и международных в связи с той неблаговидной ролью, которую Россия сыграла в этой самой гибридной войне против Украины, продолжающейся вот уже шестой год. Почему я сказал про черного лебедя? Вот репутационные колоссальные потери, которые Россия уже понесла из-за того, что был сбит самолет тогда вот этот малазийский Boeing Reis MH17. Я уверен абсолютно, что вот если бы не было этой трагедии, на которую там страшно болезненно среагировало все мировое сообщество, глядишь, и отношения бы в мире, в Америке, в Европе к событиям, которые дальше стали разворачиваться в Украине, на Донбассе, ну, было бы более сдержанное. А вот тут гибель почти трехсот мирных пассажиров в результате вот того, что развернулась при непосредственном участии и поддержке России вот эта вот война на Донбассе, она, эта история, конечно же, существенным образом ужесточила отношение Запада к Путину, к его режиму, к политике, которую он проводит. И сейчас может быть новый виток. Ну, а кроме того, черным лебедем в Россию летит коронавирус и непонятно, насколько Россия готова к борьбе с этой страшной заразой и какие шаги она будет предпринимать политически. Вон там московский мэр Собянин уже, как говорится, накосячил, начал принимать, скажем так, дискриминационные меры по отношению к гражданам Китайской Народной Республики, которые находятся в Москве. И уже прилетела Россия обратно от китайского МИДа, протест по поводу дискриминационного отношения к китайцам. В столице Российской Федерации надо сказать, что нигде в мире китайцев такой дискриминации не подвергают. Ну, и вот даже отменили в связи с возможной эпидемией коронавируса сакральный, можно сказать, петербургский международный экономический форум, который уже много лет является важным инструментом в руках у Владимира Путина, с помощью которого он пытается обрабатывать в позитивном ключе, в позитивном для себя ключе, международное общественное мнение. Есть еще конфликт с Турцией, понятное дело войны между Россией и Турцией не будет, но из-за того, что они поддерживают Путин и Эрдоган разные стороны в сирийской войне, то на самом деле все может кончиться тем, что Россия завязнет там на долгие долгие годы, а это второй Афганистан. Ну и конечно же смешная и в то же время грустная история про референдум по Конституции, который, кстати, назначен на 22 апреля на 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, и я думаю, что это плохой знак, потому что Ленин, как говорится, такую негативную роль сыграл в истории России, что назначать в день его юбилея вот этот вот референдум, это плохой, повторяю, плохой знак. Вот помяните мое слово, обернется это боком. Ну и конечно же это не референдум, это какая-то профанация, потому что вот глава российского центра сберкома Элла Панфилова сказала, что ну невозможно провести так много поправок, так много поправок, что голосование отдельного по каждой поправке провести невозможно. Голосовать эти поправки будут пакетом, ну значит это профанация, это напоминает тот самый пресловутый референдум о сохранении Советского Союза, который проходил 17 марта 91 года. Люди постарше помнят, как там формулировался вопрос, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик, как обновленные Федерации Равноправных Суверенных Республик, в которые будут в полной мере гарантироваться права и свобода человека любой национальности. То есть все было свалено в кучу. И права человека, и свободы, и равноправие, и суверенитет республик, и федерации. Короче говоря, знаете, как в одной моей любимой песне группы Ленинград поется «Мы за все хорошее против всей фигни». Там, правда, слово не фигня, а другое, чуточку покрепче. Ну и тогда, в 1991-м, не мудрено было, что при явке почти 80% за сохранение обновленного Советского Союза проголосовало 76 с лишним процентов. В том числе, проголосовали и большинство граждан Украины, тех самых граждан Украины, которые в том же году, 1 декабря, проголосовали за то, чтобы утвердить решение Верховной Рады, принятое 24 августа о провозглашении независимости Украины. Ну, раз уж упомянули Украину, надо сказать несколько слов о том, что здесь сменилось правительство. Прежнее правительство во главе с Алексеем Гончаруком ушло в отставку по собственному желанию премьер-министра. На его место назначен новый глава Кабмина Денис Шмыгаль и назначено еще 15 новых членов кабинета, включая нового министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Чрезвычайно молодого, симпатичного образованного человека я лично вот этому решению просто аплодирую. Ну, что касается отставки Гончарука, все говорят, что это было требование президента. То есть президент Владимир Зеленский настоятельно попросил своего премьера уйти в отставку. Что называется по доброму, по хорошему, по личному желанию. Потому что теоретически премьер мог бы в отставку и не подавать. Потому что парламент, а именно парламент назначает и отправляет премьер-министра в отставку, мог бы это сделать только после того, как исполнился бы год пребывания главы Кабмина у власти. Но Алексей Гончарук решил по-другому. Он пошел навстречу пожеланиям президента и написал заявление об отставке. Главное насколько мне известно претензия, которая была высказана президентом премьеру это низкий рейтинг правительства, который влечет за собой снижение рейтинга главы государства. Ну вы знаете кто-то заметил в одной из моих прошлых программ я веду на канале Украина 24 итоговую воскресную программу которая называется реальная политика. Так вот кто-то из моих гостей точно заметил что люди которые сейчас находятся у власти в Украине они в прошлом ну вот так уж сложилось имели непосредственное отношение к шоу-бизнесу там есть и режиссеры и актеры и продюсеры и сам Владимир Зеленский как известно в прошлом продюсер и актеры и для людей этого мира и для людей этого профессии очень важны аплодисменты и кто-то вот тогда из моих гостей я остроумно заметил что недостаточно аплодисментов и как только им кажется что недостаточно аплодисментов то они сразу беспокоятся что-то не так что-то мы делаем неправильно но вот мне лично не кажется что сегодня можно всерьез говорить как утверждают некоторые что случился обвал рейтингов власти президента и правительства и парламента да ведь вот мы в специальном выпуске программы итоги поделились подробно результатами опроса который провел для нашей программы КМИС киевские международные институт социологии кстати попутно хочу заметить всем кто там фыркал в комментах мол не знаем такого института и вообще не верим им врут они и все эти социологи они продажные ну я должен сказать что во-первых неверие в результаты опросов общественного мнения это на мой взгляд одно из наиболее распространенных проявлений дремучего невежества дальше идет неверие я не знаю в прививки или наоборот истовая вера в какую-нибудь чудодейственную воду заряженную через экран телевизора каким-нибудь знаменитым экстрасенсом на самом деле КМИС это действительно один из старейших еще с советского времени существующий с 1990 года независимый центр изучения общественного мнения который состоит членом всевозможных профессиональных международных организаций ассоциаций институтов аккуратность его прогнозов и оценок например не раз подтверждалось во время разных выборов в частности они очень точно предсказали результат последних выборов президента Украины так что вот они сказали 60% не жалеют о том что проголосовали 60% имеется ввиду из тех кто поддержал Зеленского на прошлых выборах сегодня спустя почти год об этом не жалеют а электоральный рейтинг Зеленского по сравнению с прошлым годом повысился на 14% и отрыв его от конкурентов составляет процентов 30% и честно говоря я давно не помню чтобы кто-нибудь из предыдущих президентов Украины имел бы через год после пребывания у власти вот такие показатели вот отрыв 30% от ближайшего конкурента но тем не менее вот президент Зеленский и его окружение считают что с рейтингами у них проблемы и поэтому повторяю мои источники утверждают что отставка случилась отставка правительства случилась по личному требованию Зеленского а премьер-министр занял такую позицию теперь уже бывший премьер-министр страна в сложном положении над страной нависает угроза мирового экономического кризиса государство должно в этой ситуации быть сильным без поддержки президента ничего не получится правительству сделать в том числе в Верховной Раде в итоге правительство будет слабым слабым будет все государство повторяю можно было в отставку не уходить но во-первых правительство которое бы заняло вот такую абстрактанистскую позицию по отношению к президенту ничего не дали бы сделать и во-вторых постоянно ругали бы этот кабинет последними словами ну конечно же возникает вопрос есть ли вообще у президента Зеленского внятная стратегия на будущее и кто дает ему советы вот есть ли при Зеленском как в старину говорили умный еврей при губернаторе вопрос вынуждены мы сегодня констатировать что конечно после ухода предыдущего руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана возникла проблема с вот этим монобольшинством в парламенте партии Зеленского слуга народа как вы знаете принадлежит значительное большинство голосов не конституционное большинство но значительное 245 или 246 голосов но оно де-факто развалилось на несколько мини-фракций раньше довольно эффективно единство этих мини-фракций обеспечивал правая рука президента Андрей Богдан теперь у него новая правая рука новый глава офиса президента Андрей Ермак сумеет ли он восстановить управляемость пропрезидентской фракции пока вопрос пока есть ощущение что системно этим никто не занимается ну и трудно все-таки согласиться с тем что правительство было бестолковым да была определенная проблема отсутствие заточенности на быстром поступательном движении вперед но надо отметить что ни президент ни Верховная Рада особенно правительство в этом не поддерживали а порой вставляли палки в колеса при каждом удобном случае ну и конечно же пиар-атаки правительство не смогло отразить да прежнее правительство и прежний премьер-министр очень медленно запрягали очень мало делалось для развития малого и среднего бизнеса но было и много хорошего например на выходе была прекрасная налоговая реформа реформа сектора мобильной связи массированная приватизация правительственной недвижимости в Киеве и много всего прочего как будет работать новое правительство не будем торопиться с прогнозами посмотрим последнее о чем хочу сказать супер вторник в 14 штатах США а также так сказать в зарубежном избирательном округе состоялись праймерис демократической партии больше всего голосов делегатов предстоящего съезда демократов который пройдет в июле и который должен определить кто станет в итоге кандидатом демократической партии на пост президента США так вот стал победителем по сути дела этих праймерис Джо Байден бывший вице-президент у него пока больше всего голосов на втором месте Берни Сандерс это его сейчас главный конкурент все остальные вышли из борьбы накануне праймерис 3 марта вот этого самого супер вторника из борьбы вышли Пит Бутиджич и Эми Клобушар а после уже по результатам когда ясно было что никто из них двоих ничего толком не набрал Элизабет Уоррен объявила о том что она выходит из борьбы за роль кандидата демократов в президенты США ну и наконец от дальнейшей борьбы отказался миллиардер Майкл Блумберг кто-то посчитал что он многие миллионы долларов потратил на каждого демократа которого он заполучил а заполучил он там всего несколько десятков это был полный провал несмотря на то что он вложил там чуть ли не полмиллиарда долларов в свою политическую рекламу на телеканалах и в интернете вот результат был можно сказать почти что нулевой я единственное чему аплодирую вот человек да он миллиардер но миллиардеры умеют считать деньги и вот тем не менее миллиардер вложивший полмиллиарда долларов в свою предвыборную политическую кампанию потерпев неудачу встает из гордо поднятой головой говорит господа извините не получилось выхожу из борьбы призываю вас поддержать Джо Байдена ну это конечно достойная позиция достойное поведение я просто пытаюсь представить себе вот где-нибудь в России или в Украине человек потративший там миллион не какой там 500 миллионов миллион долларов на свою предвыборную борьбу 100 тысяч на свою предвыборную борьбу вот мне с трудом к сожалению представляю как человек видя что все прогнозы социологов все что происходит не в его пользу встанет и громко скажет господа я выхожу из предвыборной борьбы и призываю поддержать вот кандидата такого не доросли пока до этого ну собственно говоря что тут говорить про Россию потому что в России всерьез нет никаких нормальных выборов ну вот в Украине вполне себе демократический прозрачный конкурентный выборный процесс но вот украинского политика который потратил большие деньги на предвыборную кампанию а потом из нее выходит представить себе увы не могу ну а что касается Америки сейчас все чаще говорят о том что все может решиться на съезде партии впервые за многие десятилетия именно голосование на съезде в июле месяце поставит точку в вопросе о том кто все-таки станет кандидатом в президенты Байден или Сандерс умеренный Байден или левак почти что коммунист Сандерс кстати еще два слова о Блумберге вы знаете я уже слышал несколько раз такую точку зрения что Блумберг пока не сворачивает работу своих штабов и это не случайно вполне вероятно что он собирается их каким-то образом переформатировать и продолжать как он обещал тратить сколько угодно денег на то чтобы не допустить переизбрания Трампа ну существует например такая форма как ПАК Political Action Committee вот так это расшифровывается комитет политического действия вполне вероятно что Блумберг может переформатировать свой предвыборный штаб вот такой вот комитет политического действия в поддержку Джо Байдена и продолжать вкладывать миллионы долларов уже в то чтобы Байден победил на выборах Дональда Трампа если конечно Байдену в итоге удастся номинироваться кандидатом в президенты ну и совсем уже последнее это тоже про Америку 29 февраля Трамп объявил о том что американцы договорились о мире с талибами что они уходят из Афганистана что 18-летняя война в Афганистане заканчивается и что все американские войска вскоре оттуда ну не сразу но на протяжении какого-то обозримого будущего будут оттуда выведены и знаете какое удивительное совпадение в прошлое воскресенье в последней пока что показанной зрителям четвертой серии популярнейшего сериала Хоумленд Родина как раз действие остановилось на том месте что американский президент прилетает в Афганистан и объявляет о том что он договорился о мире с талибами что война которая продолжалась 18 лет заканчивается что все американские войска будут выведены из Афганистана и серия кончается тем что вертолет президента сбивают то ли талибы то ли еще какие-то зловредные персонажи мы еще не знаем погиб кинематографический президент не погиб но совпадение какое-то удивительное сегодня вечером в Америке когда уже у нас будет ночь премьера пятой серии посмотрим как будет развиваться сюжет завтра уже и мы ее сможем увидеть и узнать и будем разумеется вольно или невольно но непременно сравнивать развитие кинематографического сюжета с тем что будет происходить в реальной жизни на этом у меня все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы я постараюсь время от времени на них отвечать и счастливо до следующей встречи на канале Кисельные берега субтитры 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 субтитры